Большой уклин всем украинцам, которые участвуют в войне. Ты не дашь соврать, нам постоянно помогают и даже там с Америки присылают. Дроны присылали, которые, кстати, летают, не летают. Летают, я же тебе отчеты давал. Работают, летают и помогают. К сожалению, это все расходники. Только вот спрашивают как раз, только волонтеры дают или МОО тоже дает? Ну, смотри, их нужно гораздо больше, чем их. Мы, к сожалению, тоже этот вопрос прогавили. Русские еще в декабре приняли доктрину, где вопросы этих дронов поставили на поток. Мы проиграли низкое небо. То есть количество дронов у них, во всяком случае на нашем участке фронта, я не могу отвечать за другие, были в разы. То есть они чуть ли не в режиме онлайн. То есть один отлетел, другой прилетел. Причем над каждой позицией. И они не боялись, то есть они теряли. Были случаи, мы там из автоматов их сбивали. И они не чувствовали в этом, знаешь, проблем. То есть я понимаю, что они в этом приняли в доктрину и реально мы уступали. То есть как нам не больно, то есть приходилось где-то даже экономить, потому что потерять дрон, потерять глаза, без глаз, сейчас воевать, это нереально. Так а Минобороны поставляют дроны? Ну смотри, я ж не в хозчасти. Я имею в виду, от Минобороны что-то приходят по дронам? У вас что-то было от Минобороны или вот эти волонтерские приходят? У нас есть специальные подразделения, которые занимаются аэроузвиткой, но на каждую роту, то есть тоже нужны дроны. И мы сами занимаем, ну то есть мы не ждем, когда нам ЗСУ выделит дроны там и т.д. и т.п. Вот, поэтому так же и с машинами, так же и с тепловизорами, конечно, можно сидеть и ждать, пока тебя это всем обеспечит. Но понимаешь, что тебе боевая задача может поступить завтра, да, и ты должен быть готов, укомплектован, экипирован, соответственно. Поэтому тот, кто, ну те командиры, которые заботились об этом, это же не только его получить. У тебя должны быть специалисты, которые умеют работать. У тебя должен быть организована взаимодействие, потому что дрон, он для чего? Для того, чтобы получать информацию, для того, чтобы ее передавать на СПшки, на минометные расчеты. Ну то есть он один из элементов боя. И я говорю, просто иметь дрон, это еще ни о чем. Это должны быть люди, которые умеют, плюс руководители, которые понимают, корневники, что с этим делать, как это применить эффективно. Вот, поэтому, еще раз говорю, что мы не ждали, когда нам, нас обеспечат. Слава Богу, наладилось более-менее, ну, питание, обмундирование, там, с горем пополам, но это все налажено и работает. Все вот эти, так скажем, ништяки, как мы называем, да, те же дроны, все, это расходники, они нужны в, ну, довольно в серьезных количествах. И, ну, я так понимаю, что, того объема, который необходим. И мы же все-таки подразделение терроробороны, мы обычно приданы к каким-то подразделениям, бригадам. Поэтому, опять-таки, я не могу отвечать за все сбройные силы, но мы не ждали, знаешь, и обучения не ждали, и эти дроны не ждали. Мы, понимая, что это нужно, решали вот своими возможностями, кто как мог.